В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. На финишной прямой строительство выезда из 6 микрорайона на трассу М4 Дон близится к завершению. Я прошу ежедневно мне отчеты видео. Прямо отчеты, что какие работы идут. Врачи в РКБ спасли мужчину, больного ковидом, после падения с третьего этажа дома. Очень серьезная травма, перелом таза, открытый перелом ноги. Видно, прошли детские соревнования по беговелоспорту. Ставь внимание, поехали! Давай, давай, давай! Строительство выезда из 6 микрорайона на трассу М4 Дон находится на финишной прямой. Об этом главе Ленинского городского округа Дмитрию Абаренову заявили представители подрядной организации, осуществляющей строительство дороги. На объекте вместе с руководителем муниципалитета побывал и наш корреспондент Максим Козлов. В инспекционной поездке на отрезок, который в скором будущем соединит выезд из 6 микрорайона с трассой М4 Дон, главу округа сопровождали председатель Совета депутатов Станислав Радченко и начальник управления архитектуры и строительства администрации округа Вера Попова. Представители подрядной организации рассказали о ближайших планах. Мы ждем на этой неделе проект, там замечания нам дала Росавтодорное примыкание, и как у нас уже бумажка будет, согласование, мы много... А замечания устранены? Да, да, мы сдали еще до майских праздников, мы сдали, просто у них там, как обычно, около 30 дней, конечно, попросили побыстрее выйти. То есть как, 1 августа мы открываем дорогу? Да, должны, идти прямо. Давайте раньше. Ну, слушайте, мы же не будем, как бы, если будет раньше, будет раньше. Строительство выезда из 6 микрорайона началось в мае 2019 года. В конце 2020-го была открыта дорога, соединяющая новые жилые комплексы с улицей Донбасской. Но счастье жителей было неполным. Теперь ждать осталось совсем недолго. Параллельно заканчивается возведение тротуаров вдоль существующего дорожного полотна. Будем принимать все меры, чтобы к июню месяцу эта дорога была. Многие жители, они активно пользуются пешеходной сетью. Как раз-таки вот сегодня мы с вами можем заметить, достраивается последний участок тротуаров, который им мешал благополучно пройти там по путепроводу и дальше выйти на улицу Донбасская. Изначально дорогу планировали полностью сдать в течение года. Но корректировку в планы строителей внесли и непростой рельеф местности, и погодные условия, и пандемия коронавирусной инфекции. Все это время, в том числе и общественники, вели диалог со строителями и не давали им, как говорят, расслабиться. Подрядчики, заказчики понимают социальную значимость данных работ. Поэтому надеюсь, что все-таки те обязательства и сроки, которые были им обозначены, все-таки будут исполнены в полном объеме, и жители хоть немножко, но вздохнут, соответственно, полной грудью, потратят меньше времени на выезд из своих домов на работу, так и вечером в обратном порядке. Несмотря на то, что до трассы М4 строителям осталось пройти всего несколько метров, а все работы должны продлиться не более двух месяцев, глава муниципалитета Дмитрий Абаренов будет лично контролировать процесс. Я прошу ежедневно мне отчеты, видео, прямо отсюда, что какие работы идут, сколько техники, сколько людей. Протяженность новой дороги почти полтора километра, пропускная способность – 64 тысячи автомобилей в сутки. Постройка выезда на трассу Дон станет очередным, но не последним пунктом в программе мероприятий по решению сложной транспортной обстановки в Ленинском городском округе. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Видновские врачи спасли мужчину с COVID-19 и сложными травмами, полученными в результате падения с высоты. Для этого им потребовалось провести три этапа оперативного вмешательства. 49-летний житель Подольска был доставлен в красную зону ВРКБ после того, как на компьютерной томографии легких у него выявили вирусную пневмонию ковидной этиологии. Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии, но в сознании из истории падения с третьего этажа. Очень серьезная травма, перелом таза, открытый перелом ноги, разрыв брыжейки тонкой кишки. Поражение легких до 25% не помешало медикам оказать пострадавшему экстренную помощь. Ему был наложен аппарат внешней фиксации на кости, таза и бедра. Затем он был прооперирован мультидисциплинарной бригадой врачей. Хирурги выполнили ушивание, разрывы брыжейки тонкой кишки. Параллельно пациенту была назначена комплексная схема лечения с противовоспалительными и противовирусными препаратами, кислородной поддержкой. С ковидом склонность к тромбозам намного больше у таких пациентов после операционного периода. Мы проводим соответствующую профилактику тромбозов, контроль сосудов в послеоперационном периоде. И дальнейшее лечение все согласны рекомендациям национальным. Затем пострадавшему провели дистракцию в аппарате внешней фиксации для того, чтобы идеально восстановить ось бедра и устранить угловое смещение отломков. По заживлению раны уже второй этап нашего оперативного лечения через маленькие проколы, соединение кости бедренной с помощью штифта. Пациент буквально через неделю был активизирован. Всего в стационаре ВРКБ мужчина провел около месяца. На данный момент он выписан и восстанавливается после травм и перенесенного коронавируса уже дома. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Видном на мини-картинговой трассе состоялись детские соревнования по беговелоспорту. Гонки проходили уже в пятый раз. Их особенность в том, что возраст спортсменов начинается от одного года. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. В городе Видное открылся гоночный сезон. На соревнованиях по беговелоспорту встретились 136 детей в возрасте от 1 до 10 лет из разных городов Подмосковья. Также были участники из Москвы, Тулы и Воронежа. Беговелы – это такие маленькие велосипедики без педалей на двух колесах. Разных размеров колеса. В общем, начиная от одного года детки могут на них кататься. В общем-то, это такая подготовка к велосипеду двухколесному. Максим Понасюк – победитель в самой младшей возрастной группе. Ему всего один год и 10 месяцев. Юный гонщик освоил беговел совсем недавно, но уже успел принять участие в нескольких соревнованиях. Он бегает и на тренировку у нас ходит. Активный мальчик, как бы желание проявляет сам, за старшим братом тянется. А разговаривать он умеет? Разговаривать мама-папа при желании. То есть спортом он уже умеет заниматься? Да, спортом он умеет заниматься, но пока молча. В гонке мог участвовать любой ребенок. Главное требование – наличие шлема и исправного беговела. Дети постарше соревновались на двухколесных велосипедах. Еще мы делаем, ну, мы еще ездим вокруг флока, иногда мы делаем сменничку. И еще мы там делаем, мы там катаемся на пантрейке. Не все маленькие спортсмены понимали, что рядом соперники, но вовремя ориентировались, что к финишу надо все-таки прийти первыми. Зато недетское волнение царило среди болельщиков. Поддерживали подрастающих чемпионов – их мамы, папы, бабушки и дедушки. Победителей и призеров было очень много. Всех детей оценивали в разных возрастных категориях. Наталья Буслаева, Константин Брулов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Жители поселка совхоза имени Ленина на днях побывали на грандиозном концерте в рамках седьмого всеармейского смотра конкурса ансамблей «Песни и пляски» Вооруженных сил Российской Федерации. В этот день на сцену Театра Российской Армии вышли артисты ансамбля Северного флота. Они стали одними из 12 участников всеармейского конкурса смотра. Не страшны теперь в горе, ведь ты моя девичка, в морях не плачет и не теряет бодрых сдура никогда. Эксклюзивная возможность стать свидетелями такого масштабного события мира военной музыки представилась ограниченному кругу жителей поселка совхоза имени Ленина. Это руководители кружков местного центра культуры, их воспитанники и участники клуба пожилых людей «Золотая осень». Впечатления от посещения сегодняшнего мероприятия самые положительные, самые эмоциональные, давно не испытывала таких приятных эмоций. Особенно полезной эта поездка стала для участников хореографического кружка сценического народного танца Центра культуры совхоза. Для ребят концерт стал практически мастер-классом от признанных танцоров. Нам предоставилась великая возможность не исключительно отпустить анимацию, в частности для наших удостающих удовлетворений. Концерт ансабля «Песни и пляски» Северного флота завершал конкурсную программу всеармейского смотра и был признан лучшим. Артисты коллектива взяли гран-при конкурса. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.